Приветствую вас всех, кто меня слушает или тех, кто будет слушать потом со временем. Я вернулся домой. Только что сейчас вечером из города в центре снимал свой эфир. Сегодня о королеве, поэтому там были гарстуки, костюм, рубашка, так официально немножко, потому что тема серьезная. Но сейчас я вернулся домой, я снимаю рубашку, снимал галстук, я сажусь к этому эфиру и у меня совершенно другие чувства. Я вот на самом деле очень искренне весь день хотел вот это сделать, то что я сейчас делаю. Выступить в прямой трансляции на этой группе, авторов. Потому что у меня глубокие чувства, что здесь я чувствую себя как дома. То есть это не официальная обстановка. Здесь мои друзья и мои коллеги по проекту, по рабочим, у нас общее дело. И мне это очень нравится, что у меня есть такие отношения, которые появились, где мы просто сотрудники. И получается какое-то доверие друг к другу и, ну не знаю, симпатия. Почему я могу сказать, что вот в этом проекте, в том, что происходит live news и здесь в группе авторов, чувствую себя как дома? Потому что Артем Пономаренко создал такую атмосферу. И я этим очень дорожу, потому что такие друзья редко встречаются. Мы можем сказать, что проект и планы у нас очень высокие, высокие цели, но Артем при этом не высокомерный человек. И я чувствую, что это не просто его проект, в котором я участвую, а это мой проект. Я здесь, поэтому я его не спрашивал сегодня разрешения, чтобы сделать трансляцию, обратиться к другим участникам, соавторам вот и так далее на этой группе. И не нужно, потому что я в конце концов где-то так внутри почувствовал себе как дома, что это мой проект, это моя работа. И это так вот именно Артем вот создал такую атмосферу. И это очень трудно, наверное, сделать. Именно потому что он не высокомерный человек. Мы все, смотрите, здесь авторы. Это нечто необычное. Вот смотрите, другой человек, он бы сказал, я автор, вы сотрудники и назвал бы там журналисты и так далее. Нет, все смотрите, здесь авторы этого проекта. Это звучит даже необычно, как-то очень приятно. И поэтому я решил пообщаться с вами, мои друзья, насчет и особенно обратиться к тем, кто не решается выступить первый раз в прямом эфире. Хочу поделиться с вами тем, как я начинал, как у меня выглядел первый эфир, как я на первые ролики свои снимал. Я снимаю ролики около трех лет уже, видеоролики выкладываю на свой блог. У меня пришел такой момент в жизни, где я почувствовал, что может пора что-то, кроме того, чтобы слушать других в интернете, чем-то делиться и рассказывать о своих каких-то размышлениях, что-то ценным, а практичным чем-то другим для других. Это помогает мне собирать мысли. Я же не сказал, слушай, у меня такая идея может, какое-то новое развлечение или я это назвал, знаете, экстремальный новый спорт. Я немножко экстремальный человек. Я всегда хотел много чего в жизни попробовать. Я всегда в детстве прыгал с высокие ветки, там выше, чем другие. Рисковал, что ноги переломаю, но вот кайф такой получал. И потом я люблю прыжки в воду. Я нырял под водой. У меня разрешение. Я пилот тоже параплана, например. Я летал и осваивал такое, преодолевал страх, конечно. Мне все было интересно. То есть этот адреналин, он иногда очень приятен, когда мы преодолеваем свой страх и что-то делаем такое новое, необычное. И у меня на самом деле, я уже человек не молодой, поэтому мне опять хочется экстрима. Я же не говорю, слушай, вот это видеоролики для меня, это такой новый экстрим или прямые трансляции, прямой эфир, это экстрим. Это такое волнение, такой страх и риск, непонятно, как зарегируют люди, что они скажут. Когда я первый раз начал ролики снимать и выступать, пускать их в интернет и создал видеоблог, я очень переживал. Я не знал, что скажут мои друзья, мои родственники, мои знакомые, они будут смеяться или нет. Вот пришла мне в голову идея. Поверьте, у меня не было среди вот не виртуальных друзей, а просто вот так в моем окружении людей, которые бы снимали видео и выставляли в интернет. В моем окружении я был первый такой человек. Но я решился на это. Я обдумал, мне было страшно. Я знаете, когда садился к первому ролику, видео, которое я там делал, я его много раз снимал. Я вот так боялся камеры. Мне приходилось не просто минутами, десятки минут, чтобы нажать камеру и снять ролик, не говоря про мою трансляцию. Это просто ролик был. Я переживал за прическу, за то, как я буду одеть. Вот потом монтаж долго делал. Это ничего особенного там не получилось. Там у меня есть на влоге этот первый ролик. Но вы знаете, я в этом ролике сообщил, что я решил создавать видеоблог и что будут выпускать эти регулярные ролики. Когда я его снял, я выложил этот ролик в интернет, на ютуб, на фейсбук. И кроме этого, я этот видеоролик, которым я сказал, что я теперь буду выпускать видеоролики, я отправил всем, кого я знал. Все у меня адреса были в телефоне, не знаю, там, WhatsApp, Viber, кому я только смог, одноклассники, всем, всем, всем я отправил это видео с YouTube и со своим первым роликом, где я сказал, что я буду дальше снимать видео. И вы знаете, я сжегл мосты за собой. Просто теперь у меня выхода не было дальше. Придется это делать, потому что я всем об этом сказал. И люди будут смеяться, если я теперь остановлюсь на одном ролике или два-три сниму, оно мне не получается, настроения нет. Я просто таким образом заставил себя держаться своего плана и идти в этом направлении. Я сообщил, что я снимаю, буду делать видеоблог и разослал всем своим друзьям. И потом снимал видео два раза на неделю, один раз, как получалось, там, три раза, смотря какое есть там настроение. И делал так некоторое время. Потом первый эфир, когда прямой у меня появился, мне одна из подписчиков, ну, женщина, которая из Польши, которой понравились мои ролики, она слушала, комментировала, вдруг она мне пишет рано утром, хочу, хочу с собой поговорить по телефону, можно? Она позвонила, мы пообщались, так и она говорит мне, ты знаешь, ты можешь делать прямые трансляции, они намного эффективнее, люди очень внимательно слушают, это действует на людей, когда они слышат прямые трансляции, это еще лучше, чем видео, тебе хорошо получится. Но она меня так воодушевила, вы знаете, что этим звонком, мне знакома, то есть я ее в глаза никогда не видел этой женщины. После этого звонка через час-два я сделал прямую трансляцию. У меня пришла в голову интересная мысль, которую я хотел поделиться насчет вот этих там металей и сравнения богородных металов, богородных человек. Там несколько минут я включил Facebook и сделал прямую трансляцию прямой за рулем. Смотрю десятки людей сразу появилось, слушал этого, потом был хороший отклик. У меня было хорошее настроение после этого звонка, хорошее чувство и результат был очень хороший. Поэтому если вы хотите сделать прямую трансляцию первый раз, пользуйтесь вот этим хорошим настроением, хорошим чувством, вдохновлением, которое появляется. Может это сейчас быть, через полчаса делайте первый прямой эфир. Потому что я замечу потом, когда я уже начал делать новые трансляции, было намного труднее. Вторая, третья. Когда я запланировал делать, я выхожу, я помню, в парк делать прямую трансляцию. Поверьте, я иногда сидел полчаса и не мог нажать кнопки, чтобы начать трансляцию. Я взрослый человек, который уже, ну, мало чего боюсь, скажем, жизни. Мне очень трудно было нажать камеру и чтобы начать прямую трансляцию. Иногда я полчаса буквально, и я замечу, что с каждой минутой становится все труднее, все просто страшнее. Я не могу дышать, мне сердце бьет, не могу успокоиться. Но я это старался преодолевать, потому что для меня это потом как прыжок в воду. Вы знаете, это экстрим. Если я подошел, что это мое развлечение, я получу потом удовольствие от того, что я сделаю. Преодолею страх, я буду плачеть, мне будет сердце бить. Но потом я почувствую себя очень хорошо. Конечно, не все получается. Артем правильно говорит, что у нас квадратные ролики. Во-первых, я хочу сказать Артему, что мне очень обидно было. Когда я услышал, что мой ролик не круглый, а квадратный, я не знаю, как он мог такое говорить. Но на самом деле я осознаю, что это так, что придется очень много чему учиться. То есть некоторый опыт есть в видеороликах, несколько видео трансляций, но мои выступления наверняка они квадратные. Я сегодня выступил, я доволен был на 80 процентов, скажем, потому что я вижу, что я планировал какие-то слова, а они потом не укладываются так, как я задумал. Какие-то паузы, вдруг я забываю слова от волнения. Но важно помнить такой основной факт. Мы станем хорошо это делать только во время работы. Артем об этом говорил. Но невозможно научиться плавать на берегу реки. Нужно в воде учиться плавать, мы только тогда сможем научиться. Чем больше я плаваю в воде, тем в конце концов научился это делать очень легко и свободно. И точно вот так и с эфирами. Только когда мы их делаем, мы набираем свободу речи. И нам начинает это получаться все лучше и лучше. Я сам это чувствую и хочу это делать и сейчас. Вот эти моменты, то, что иногда очень долго переживал, пока он учил кнопку, я хочу этим сказать, что я понимаю, насколько это трудно. Я выступал физически на сцене. Вы знаете, много раз я выступал на сцене раньше и я стоял перед людьми, где, ну, в зале, где присутствовало тысячи человек, пять тысяч на стадионе. Один раз я выступал с речью и сотни иногда бывало. Но перед камерой было очень трудно. Первый раз, прямой эфир. Очень страшно. Поверьте, я иногда делаю одну минуту на Инстаграм, вот короткий ролик, там одна минута. Это очень трудно уложить мысли, сделать вступление, заключение, какое-то разъяснение, чтобы это было интересным, приятным, к чему-то побуждало и за одну минуту. И я один раз удалил из телефона, я посчитал, сколько. У меня там было сорок одноминутных, вот неудачных выступлений. Я только одно оставляю, сорок я удалил. Это огромная работа на самом деле. Представьте себе, сколько нужно усилий, чтобы набираться опыта, учиться и так далее. Важна мышь, которую я бы хотел поделиться, чтобы нам это хорошо получалось. И наверняка вы тоже приходите к такому выводу, что должна быть тема, то, о чем мы говорим, должно быть нашей собственностью. Мы должны быть убеждены, что вот это на самом деле ценно, полезно. Это моя тема. Я сам интересовался, как делать про мои эфиры или видеоролики. И самое главное, то, о чем я хочу говорить, должно меня как-то затрагивать в мое сердце. Должно цеплять меня, тогда зацепить других. Мы сможем это передать. Мне звонили тоже люди и говорили, очень хорошо получается там выступать на видео. Может ты бы с нами там работал в компании и там какую-то косметику продавал. Вы знаете, я не смогу просто, я не смогу красиво говорить о том, что мне не настолько интересно, не настолько важно. То есть то, о чем говорю, это мое важное, это мое хобби, это то, что меня волнует. Поэтому я уверен, у вас тоже иногда ищите какую-то тему для того, с чем выступить в прямом эфире или вообще какое направление выбрать. Поэтому и главное, чтобы это было модно. Иногда сантехник может сделать очень хороший видеоканал, потому что есть люди, которые в этом нуждаются. Если это его пассия, это его хобби, это работа, он может красиво об этом рассказывать, все нюансы, тонкости знает. Он может снимать интересные видео насчет сантехники. Будут люди, которые это слушают, которые хотят что-то починить дома и они смогут найти там хороший совет. Я замечу, что есть очень большие видеоканалы на ютубе на очень странные темы. Это механик, мне казалось, ну как-то непонятно. Но это срабатывает, потому что это человека, это его тема и он об этом очень хорошо рассказывает. Важно, чтобы информация была нашей собственностью. Если я передаю чужую информацию, которая меня сильно не волнует, не касается, мне не настолько интересно. Никогда не получится хороший результат. Люди это будут чувствовать, тем более в прямых эфирах. Поэтому мне продавать косметику, я знаю точно, нельзя этого делать. Но интересно насчет того, если вы думаете, как зарабатывать на прямых эфирах, я поделюсь такой мыслью, которая мне понравилась. Если я что-то делаю очень хорошо и буду говорить то, что мне нравится, но это будут делать на самом деле хорошо, найдутся рано или позже люди, которые будут плачать за это деньги. И примерно так со временем я вижу, оно и получается, оно к этому идет. Поэтому какое бы ни было направление ваших эфиров, оно со временем может приносить хорошие результаты. Возможно это будет тоже связано с деньгами, с тем, что вы сможете на этом заработать. Я в этом полностью уверен. Мои друзья, я бы хотел поделиться еще в заключении такой практической информации. Я выставил этот ролик о Елизавете II. Ну и он там набирает оборотов, хорошую активность. Но на самом деле я сделал много репостов этого ролика, я его поставил в группы. Я так делаю на своем блоге, на фейсбуке со своими видеороликами. На фейсбуке есть много таких тематических групп. Например, русскоговорящие мамы Лондона есть такая группа. Есть там скажем 2000 человек. Есть группы, которые касаются психологии естественной, успеха в жизни, отношений, дружбы, любви, юмора. Самая большая группа, вы знаете, насчет анекдотов и так далее, она не очень серьезная. Но там я увидел миллион шестьсот тысяч подписчиков на одной группе. Если там поставить свой ролик, если бы он подходил, конечно, к тематике этой группы, посмотрите, какие есть возможности, сколько людей может его посмотреть. И у меня этих групп, которых я принадлежу, в данный момент около 5-10. Естественно, я вообще там ничего не смотрю. Но когда у меня ролик подходит к какой-то теме, например, к женщинам, вот есть группы, которые касаются мамы в Лондоне, они про Елизавету, я им поставил этот ролик. Я ставлю этот ролик, скажем, в 10 разных групп по тематике, так, чтобы подходило, скажем. И вот это дает хороший результат потом. Конечно, не так много можно делать репостов, потому что Facebook потом меня блокирует через некоторое время, потому что один и тот же линк, ролик ставлю в разные группы. Это как спам, они потом начинают меня там останавливать. Приходится неделю ждать, поэтому по несколько групп можно время от времени это делать. И кроме этого, смотрите на наши, мы можем тоже просто приглашать участников, например, на страницу Life in News. Я приглашаю всех своих знакомых. Я сажусь в интернете время от времени сейчас, в последние дни, и 100 своих там друзей отправляю, приглашаю их на Life in News. И поэтому появляются новые подписчики, всех подряд. Кому-то понравится, он будет там останется, будет слушать. Дело хозяйское, как мы говорим. Кому-то будет неинтересно, он уйдет в другие группы и страницы, он там будет слушать себе какие-то материалы. Но трудно угадать, поэтому стоит приглашать просто всех подряд. Делать репосты в группы и это срабатывает. А потом вижу по комментариях, по отклику. У меня один ролик, который, ну почему-то понравился, спонтанный ролик в парке. Не очень технический, он доработанный просто так. Ну там интересная история, но он имеет миллион просмотров. Я сам был в шоке, что люди это смотрят. Около 16 тысяч репостов. Моих тоже было немало, но вряд ли тысяча и может 500. Я не знаю, сколько моих было репостов. Но 16 тысяч всех репостов. Значит, людям очень понравилось. И это очень приятно, это сработало. Иногда тот ролик сработает, о котором мы так много и не думали. Но это прекрасные результаты нашей работы. Потом нужно со временем увидеть. Поэтому, если кто-то не включился в этот эфир. Не то, что Артем меня тут к чему-то побуждал. Просто я приглашаю, потому что это интересное приключение. Работа в интернете с прямыми эфирами. Это сам процесс, он очень интересен. Когда я преодолеваю страх и вижу, потом смотрю сразу какая реакция. Что получилось или нет. Мы здесь, вот смотрите, в этой группе авторов. Это рабочее наше место. Поэтому, на самом деле, могут быть... Вы можете ставить постоянно по два ролика в день. Вам что-то... Вы начали, это же прямой эфир. Вам не получилось. Вы накосячили. Что-то запутались. Но все, все поржали, смешно. Все. Удалили потом это. Или посмотрели, посмеялись. Ничего можно сделать еще раз. Мы же здесь работаем. Здесь все новички. В большинстве случаев это не люди, которые имеют опыт в этом. Это как на кухню пришли не повара готовить. А пришли люди, которые в этом не разбираются. И они там есть обыкновенную аичницу могут, ну, понимаете, испоганить. Поэтому и здесь, эти квадратные ролики, они нужны, чтобы мы все на этих роликах и на советах Арчома могли учиться и набираться опыту. В ЦАЭМ я вам скажу, что я рад, что встречал Арчома и этот проект. И у меня такое чувство, что я получаю намного больше, чем я вкладываю. Кроме каких-то там времени и средств финансовых, у меня на самом деле есть чувство, что я получаю больше в эмоциональном плане. Вот мне то, что дает, то, что я делаю, я получаю больше, чем я вкладываю. Поэтому считаю это очень полезным для каждого из нас. Это на самом деле способ, чтобы может отвлечься от иногда жизненных проблем и развивать свое хобби, свои какие-то способности. Быть полезным для других, в конце концов, то, что Арчом говорил. Это очень приятно, когда потом мы узнаем, что мои слова кому-то оказались очень, очень полезными. Вы знаете, это же дело, как какой-то человек пишет тебе лично потом, что твои слова мне очень помогли в жизни. Услышать хотя бы время от времени такие слова, вообще где-то незнакомого человека. Ради этого стоит жить, ради этого стоит снимать ролики, преодолевать страх и делать прямые эфиры. Потому что это может быть кому-то полезно, кому-то помочь. Это очень приятное чувство. Так что выкладывайте свои борщи, свои яичницы, свои квадратные ролики. Прыгайте в воду и давайте учиться плавать. Без этого ничего не получится. Я жду с нечерпением всех ваших роликов. Надеюсь, нам сложится очень приятно. Оно только начинается со сотрудничеством. Но я уверен, что у нас соберется очень хорошая команда хороших людей, которые работают на этой же волне. С Артёмом, вы знаете, не просто, что мы там друг друга понимаем. Но есть эта волна некоторых ценностей, которых он ищет в жизни. И здесь наверняка соберутся люди, которые имеют похожий взгляд на жизнь. И поэтому вся команда, которая соберется, которая будет сотрудничать, я уверен, это будут прекрасные люди, с которыми я хочу иметь ДЖЕО. Жду ваших эфиров. Хорошего вечера. С вами был Радосов Монсави. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok